Значит, с чего начинается? Выбираем для ткани и для серединки, и для подкладки. Для подкладки лучше брать можно и набивные, но те, которые сочетаются, как бы, пусть они контрастные. Вот видите, желтый с голубым сочетается. Это тоже, тоже, вроде, да, так они сочетаются. И берем, вырезаем из этой ткани вот такие кружочки. Кружочек может быть разный, от него потом зависит размер этой ватрушки, можно больше. Но меньше уже не целяется, образнее, потому что сложно делать. И потом каждый кружочек, я вот на даче вяжу, и каждый кружочек вот так обметываю внутрь, прям иголочкой вперед. Вот на даче вяжу, а мне чего же делать, когда уже стемнеет, сижу и сделаю вот такую. А потом мы выбираем серединку, вырезаем вот такие квадраты, подряд квадратики и синтепончик. И потом вот так прокладываем, вот так берем синтепон, вот видите, берем вот эту вторую ткань и вот так заворачиваем. И тут булавочкой прикрепляем, я не наметанную, она же наметана. Булавочкой прикрепила, вот так прикрепила булавочкой, чтобы здесь уголок сошелся. Видите, он сводится хорошо. Вот так булавочкой прикрепила, чтобы он сошелся. И четвертый. И вот так потом на швейной машинке, четыре, не отрываясь, прошиваем. Получается готово. Посмотрите, смотрите, вот получается готово. Да, но я вижу, у вас вот здесь и по контуру будет как-то прошивка, да? Нет, по контуру не надо прошивать. Они потом просто по сгибу шеваются вместе. Можно ручную. Можно вручную, а можно зигзагом, но я сначала вручную делаю, знаете, прям приметываю, а потом зигзагом встык. А потом зигзагом встык. И получается вот такая вот интересная тватрушка.